Загорянский, тихий и живописный уголок Щелковского района. Впервые об образовании этого поселения упомянули 1 июля 1912 года в газете «Раннее утро». С тех пор прошло вот уже более века и с года в год поселение менялось, преображаясь в своей красе, притягивая как знаменитостей, так и обычных людей. Сегодня они также продолжают жить по соседству и за дня день находя в Загорянке уголок тишины и уюта. О нашей Загорянке было, есть и будет безумное количество талантливых людей, известных по всей России. О них можно говорить бесконечно. Даже, я думаю, ни одна книга, ни в одной книге можно описать всех их таланты и заслуги. Дорогие жители, я от всей души поздравляю вас с днем нашего поселка. Загорянка всегда уверенно развивалась. Вы знаете, совсем недавно мы приняли генплан городского поселения Загорянский. У нас большие с вами перспективы до 1935 года. Я уверен, что в ближайшие 5 лет вы увидите нашу совместную работу, совместную работу с администрацией городского поселения Загорянский. Искренне поздравляю вас от имени депутатов Щелковского муниципального района. И в первую очередь хотелось бы обратиться здесь к присутствующим ветеранам и сказать вам спасибо за то, что вы своим трудом преображали это прекрасное поселение. Свой день рождения по традиции поселение отметило праздничными гуляниями, площадкой проведения которых стал стадион «Спартак». Здесь собрались местные жители, ветераны, гости из соседних городов и поселков. Многие пришли целыми семьями. В течение дня проходила интересная культурная программа. К этому событию местная администрация готовилась очень старательно. Веселый интерактив, анимация, яркие концертные номера. Сегодня на стадионе «Спартак» царит по-настоящему праздничная атмосфера. И погода выдалась по-настоящему летней и теплой. Сейчас, кто не посмотрит, все развивается, все становится в своих местах. Администрация района тоже привляет заботу, чтобы разгорянка была действительно загорянкой. Это замечательное место. Сам переехал сюда из Москвы и не жалею вообще ни секунды. Потому что это тихое, прекрасное место, замечательная природа, очень теплые люди. Поэтому искренне желаю счастья, здоровья, успехов всем жителям нашего замечательного поселения Загорянское. Еще одним подарком ко дню поселения стала новость о строительстве спортивной площадки на территории средней школы номер два, а также прогулочных веранд во дворе Болдинского детского сада. Деньги на строительство объектов были выделены депутатам Московской областной думы Владимиром Шапкиным из специального фонда. Дети – это наше будущее, поэтому все, что мы делаем, мы делаем ради них. Я хотел бы еще раз поздравить всех вас с праздником и пожелать загорянки дальнейшего процветания. По традиции в этот день за особые заслуги честовали местных жителей поселения. Завершил же гуляние, праздничный концерт, выступления артистов, как местных, так и прибывших сюда из различных уголков района, чтобы своим творчеством поздравить Загорянский с днем поселения радовали до самого позднего вечера. Ярко, красочно и позитивно именно так Загорянский отметил свой 106-й день рождения. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».